итак всем привет у нас сегодня прям такая реальная уютная компания наша сегодняшняя тема как изучать трюки на лыжах мы разберем очень много всяких интересных штук вот но для начала наверное расскажу о себе мне зовут андрей я с детства катаюсь на лыжах не родители поставили спортшколу мекта не отдавал ну брали везде собой кататься в детстве перепробовал очень много всяких разных видов спорта пробовал и скейт и bmx естественно продолжая кататься на лыжах и в 19 лет познакомили с роликами вот и моим летним видом спорта стали ролики потому что для меня тогда это был просто шок это что те же самые лыжи реально и вот с тех пор у меня зимой лыжи летом ролики также примерно в этом же возрасте я отставался инструктора дальше стал все категории возможные лыжные устроился на работа национальную лигу инструкторов стал сам вести курсы и открыл свое направление направление фристайла в этом году фристайл уже 10 лет и за эти 10 лет мы во первых разработали очень классную методичку которая позволяет реально любому фристайлу не очень относящемуся человеку научиться прыгать в парке вот но помимо этого есть очень много различных классных наработок которыми собственно я на сегодня и хотел поделиться вот обо всем по порядку когда речь идет о том как изучать трюки в большинстве своем вот то что я вижу в сноу парках то что увижу в скейт парках в основном это такое мнение то что ну берешь трюк и делаешь не получилось но делаешь еще раз не получилось еще раз и так пока собственно не получится при такой схеме реального успеха добиваются единицы только самые самые талантливые вопрос что делать остальным людям каких большинство которые не являются настолько талантливыми чтобы вот таким простым накатом достичь какие-то реальных высот и ответ является то что это можно сделать просто нужно чуть такой более комплексный подход в принципе вообще любой комплексный подход всегда ускоряет процесс обучения и наверное такой самый распространенный миф как круто кататься надо кататься 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 чем больше катаешься тем круче ты катаешься но на самом деле это не совсем так работает вот помимо того что просто кататься нужно еще кое-что и по большей части об этом сегодня и пойдет речь мы разберем что включает себя подготовка вообще вот как раз вот той лекция которой шла речь я здесь можно в ютубе посмотреть я как раз читал лекцию о лыжной подготовки там большая лекция актуальность она вообще не потеряла можно пересмотреть сегодня я затрону только такие самые основные моменты которые хочу обратить внимание также я сегодня буду говорить не только о горных лыжах но и о роликах потому что на самом деле вот для меня и для всех кто хоть хочет как-то в лыжном фристайле продвигаться ролики это отличный отличный просто тренажер ну дальше расскажу почему дальше мы разберем частые ошибки при освоении техники техники выполнения трюка и как выстроить сам тренировочный процесс начнем с подготовки ну реально то есть если мы с вами выделили то что просто кататься недостаточно что нужно еще вот еще нужна физическая подготовка и когда я говорю о физической подготовке в первую очередь нужно обратить внимание на правильную механику движений это то от базовых базовых движений то как вы там правильно приседаете как вы встаете на одну ногу как вы отжимаетесь до каких-то сложных движений которые нужны специально для какого-то трюка и когда мы говорим про правильную механику движений мы в первую очередь имеем ввиду правильную амплитуду движений и правильный вектор очень сложно но сейчас я расскажу так что вы поймете о чем идет речь возьмем к примеру коленный сустав да ну так вот очень грубо он у нас двигается в одной плоскости это сгибание и разгибание и если мы с вами скажем приседаем мы коленный сустав сгибаем и разгибаем ну что я очень часто вижу на курсах когда работаю с учениками то что когда человек сгибает суставы очень часто колени сводятся сюда и вот это не правильный вектор работы колена сустава соответственно колено может быть перекружена что часто приводит к травме мелочь но эта мелочь очень часто влияет на результат наших трюков и вообще по-хорошему это просто наша реально физическое здоровье ноги должны сгибаться вперед это важно как на вылетах на приземлениях ты еще принципе следующая амплитуда да амплитуда возьмем тот же колено сустав я могу его полностью выпрямить могу полностью согнуть ну вот примеру у нас там есть курс фристайл введения где мы изучаем 30 там базовых флет трюков на горных лыжах прямо на разминке в первый день я прошу сесть в полный присед ну в норме человек должен нормально вот так вот присесть полный присед но часто я вижу такую ситуацию что вот до сюда ноги сгибаются а дальше не идут и это говорит о том то что у человека недостаточно растянутой мышцы то что если он примеру приземлиться в заднюю стойку прыгни с кочки приземлиться в заднюю стойку его откинет назад есть опять же шанс получить травму поэтому работа с этой механика движения так чтобы у нас правильно все разгибалась сгибалась это очень важный момент в тренировке очень часто именно из-за этого не получаются те или иные трюки следующий важный аспект механики движений это контроль движений вот эта история которая на первый взгляд не очень очевидно но очень важно потому что когда я на некоторых трюках нашел корень ошибки почему не получается она упирается именно в контроль движения что значит контроль ну к примеру возьмем те же приседания которые показал да что такое приседание для всех это согнули ноги разогнули но допустим для того чтобы повернуть на горных лыжах сделать поворот чтобы ровно выпрыгнуть чтобы ровно приземлиться на роликах чтобы в рампе разогнаться нужно сгибать разгибать ноги так чтобы не смещался центр масс чтобы он оставался ровно посередине а вот это уже сложно как оказалось и сложно не только для меня я также это попробую на учениках на студенты которые на курсы приходят и это казалось сложно не только мне а очень многим мне нужно научиться сгибаться так чтобы я сгибал ноги и при этом оставался четко по центру на роликах и допустим чтобы ускориться вперед я давлю даже не по центру чуть больше на пятку это еще чуть более сложно это соответственно те движения которые надо отрабатывать здесь в кроссовках прежде чем выйти куда-то и попробовать там сделать трюк на лыжах или на роликах потом есть более сложные движения то есть мы сейчас говорили просто приседание разгибание разгибание есть более сложные движения допустим гребы на лыжах такой вот пример когда мы там скручиваемся определенным образом допустим тэйл греб да когда берем за пятку вам нужно уметь согнуть ногу развернуть ногу правильным образом схватить очень часто когда люди начинают учить тот же тэйл греб они просто не могут поймать потому что не могут синхронизировать подъем разворот ноги и хватательные движения на роликах такое бывает допустим когда мы делаем скольжение соул солод когда одна нога у нас козе едет прямо а другая вот так вот поперек у нас получается скручены там-то забедренный сустав и в этом положении вы должны удерживая вот такое положение ног научиться сгибать сгибать ноги сохраняя вес на опорной ноге такое тоже движение достаточно сложное оказывается обычно уже вот на этом этапе не хватает растяжки просто в общем какой трюк не возьми везде есть какие-то особенности именно в механике движений на которые надо обратить внимание пока мы находимся здесь в кроссовках следующий важный аспект физической подготовки это развитие силы чем сильнее раз очень лучше развиты наши мышцы чем они сильнее тем проще получаются трюки вот если мы посмотрим на каких-нибудь там топовых райдеров мы допустим на ролик видим то что запрыгивает человек на перил и как будто к ней прилипает и дальше на ней едет вот это по большей части решается именно за счет силы то есть основной у нас только сильные мышцы что он выдерживает такую нагрузку в согнутом положении и еще умудряется балансировать поэтому на развитие силовых показателей надо прям очень очень обратить внимание на что именно в первую очередь нужно выделить целевые группы мышц которые задействованы вашем виде спорта возьмем пример лыжи мы сегодня про лыжи говорим это в первую очередь сила ног это наши все вылеты приземления это прыжки это даже удержание стойки вот часто вижу такую историю вот мы учимся прыгать на курсах с трамплина те у кого ноги послабее они приземляются их в первую очередь многие не выдерживают они их складывает назад ну потому что не хватает силы для того чтобы удержать всю конструкцию и поехать дальше вот особенно это чувствуется если человек чуть-чуть в заднюю стойку приземляется те кого слабые ноги на прям приземляться в центр четко вот поэтому надо развивать силу мышц ног для того чтобы лучше прыгать приземляться из все было стабильнее дальше следующая группа мышц это спина такая же история приземление и часто на приземлении нас складывает вперед это в первую очередь говорит о том то что слабые мышцы спины нас просто не стоит основная стойка не удерживается соответственно нужно силу эту как-то развить и брюшной кор это наши все вращения реально это работает так то что вы пошли ну как вообще как развить силу пойти в спортзал и поработать на специализированных тренажерах работа со свободным весом дам с гантелями это сложно потому что это нужно уметь если умеете окей но минималка это хотя бы научиться работать с простыми тренажерами сделать себе программу и по этой программе работать не были программы которые нацелены именно те группы мышц которые вам нужны по себе скажу то что вот после того как я ногами начал сжать 300 килограмм у меня во первых улучшилась техника катания на горных лыжах у меня были сложности с карлинговым поворотом потому что я не спортсмен я это учился прямо на курсах инструкторов и там не кто-то что-то подсказывал но именно вот такого рейсового наката у меня не было поэтому мне было очень сложно вот за всеми спортсменами тянуться и кататься вместе с ними но вот как только я походил в зал и увеличил силу ног мне реальное ощущение что у меня стал намного стабильнее поворот у меня стало намного стабильнее прыжки намного стабильнее приземление и в целом ощущение от своего прогресса стала прям кайфово вот и немножко про работа непосредственно работа над силовыми показателями этому мы два режима работы это динамика и статус динамика это просто два разных режима которые нацелены на разные мышечные волокна динамик увеличивает максимальную силу а стата динамика увеличивает именно контроль вот мне на упражнение подбирали сотрудники научно-исследовательской лаборатории силой силуянова про спорт лаб и вот там очень много именно работы со статодинамикой статодинамика знаете что такое рассказать но на всех случаях расскажу это когда мы работаем в ограниченной амплитуде без расслабления но с динамика вот допустим мы присели встали до сели встали а стата динамика это когда я в ограниченной амплитуде без расслабления работаю какое-то время потом отдыхаю и вот эта штука позволяет увеличивать контроль для чего он нужен ну к примеру я запрыгиваю на перил и дальше на ней ловлю баланс ловлю баланс именно вот и за счет вот этого контроля который я развил делая упражнения статодинамики приседания на спину на брюшной кор и ощущение реально просто фантастические если раньше у меня всегда было такое ощущение то что в голове я катаюсь намного лучше чем я катаюсь в жизни то сейчас у меня потихонечку вот я до этого уровня который в голове начинаю потихонечку доходить это вообще меня очень сильно радует вот поэтому это такой важный момент который нужно все время держать в голове то что недостаточно если вы захотели там ворваться в сноу-парк недостаточно просто приехать туда и начать что-то делать не так конечно хорошо похвально но недостаточно первую очередь нужно начать вот с этого окей едем дальше следующий важный аспект это горнолыжная подготовка и если это мы говорим про горные лыжи а в действительности это можно отнести ко всем видам спорта которые вы занимаетесь в первую очередь нужно овладеть базы снаряда на котором вы катаетесь научиться им управлять а потом уже пытаться делать какие-то трюки и финты еще что-то которое находится над вот этой вот базы на горных лыжах это что это вы должны уметь скользить на лыжах да вы должны уметь контовать лыжу увеличивать угол закантовки уменьшать поворачивать на поворачивать плуги на параллельных лыжах поворачивать желательно уметь карвинговый поворот потому что к примеру мы с трамплина вылетаем с дуги и приземли приземляемся на кан чаще всего и это нужно прям уметь чувствовать и чем лучше ваша лыжная подготовка тем быстрее у вас идет прогресс на курсах допустим да это очень очень хорошо видно у кого кто лучше катается на лыжах допустим приходят какие-то спортсмены да именно из горнолыжного спорта вот у них прогресс идет очень быстро во первых у них хорошая физическая подготовка во вторых у них хорошее чувство самого снаряда вот поэтому это то на что нужно реально обратить внимание но это не значит то что вы должны сначала стать экс профессионалом экстра класса вот в обычной базе а потом только пойти дальше нет это лишь говорит о том то что чем лучше ваша база тем легче у вас идут какие-то трюки которые вы изучаете на горных лыжах на роликах это также важно вы должны научиться разгоняться тормозить поворачивать банально очень классно покататься в рампе ну для того чтобы покататься в рампе вы должны уметь ехать лицом вперед и ехать спиной вперед причем так чтобы вам было комфортно и уже из этого как-то переходить в рампу следующий пункт важный это смежные виды спорта здесь два момента первый чем больше у вас навыков различных тем легче вам прогрессировать но помимо этого есть виды спорта примеру как горные лыжи о которых мы сегодня говорим где нету возможности кататься круглый год регулярно но реально много выбираемся покататься не так часто но большинство из нас и вот как сделать так чтобы вот эти вот моменты когда мы наконец выбрались покататься были наиболее кайфовые наиболее эффективные нужно что-то делать еще и вот мы поговорили то что это физическая подготовка то есть работа в спортзале и это смежные виды спорта вот у меня на пустим идет ролики горные лыжи и роллер сезон плавно переходит в лыжный такого прям промежутка вообще нет если брать основной вид спорта как ролики есть конечно крытые какие-то залы но они есть далеко не везде и далеко не везде они прям хорошие так что прям удобно поэтому вот это вот связка лыжи ролики в плане фристайла работает прям вообще отлично в целом про подготовку наверное все про такие про таким общим моментом более подробная лекция есть вот единственное что хочу так сказать обобщить это не говорит о том то что вам нужно сначала полностью все освоить везде и все точно это надо реально куча времени а еще там работа еще и семья и как на все вот это найти время вот это говорит о том то что вам просто нужно все вот эти аспекты потихонечку включить свой тренировочный процесс потому что 3 изучение каких-либо трюков будь то на лыжах будь то на роликах все равно это такой процесс который если к нему подходить неосознанно он опасный есть риск получить травму ну кому это нужно но если подходить делать комплексный подход то там и они прям минимизируются ну потому что вы вымчиво подходите ко всем этим аспектам которые я поговорил и так следующий у нас частые ошибки при освоении техники выполнения трюка первое это выбор трюка как вообще часто происходит выбор трюка когда вы приехали там сноу парк скейт парк ну либо вы где-то увидели трюк который хотите сделать либо вам кто-то подсказал что делать до какой-то там вот есть такой вот трюк либо вам что-то понравилось и у вас есть мечта поставить какой-то трюк такое реально в большинстве случаев как это так ни странно не звучит то есть я постоянно слышу то что так прямой прыжок научился вот все в этом сезоне буду ставить бэкфлип там я увез 180 все сейчас 360 540 и дальше дабл корк то есть вот этой вот связки вообще не видно и поэтому мы выбираем трюк не относительно каких-то наших хотелок а относительно методики что такое методик это если мы возьмем уровень полный ноль и возьмем уровень какого-нибудь спортсмена который в принципе умеет все наши трюки которые мы знаем от вот этой точки к это есть какой-то путь постепенного изучения трюков формате усложнения и вот здесь очень важно оценить ваш уровень на каком вы находитесь и подобрать трюки в соответствии с вашим уровнем тогда вы во первых правильно войдете вот вы во всю эту линию вы сами начнете кайфовать от того что у вас что-то получается а нет вот этой тысячи попыток и ничего и это будет безопасный подход как узнать вот где вы находитесь здесь как говорится два варианта либо вы идете к специалисту который вам скажут ну парень ты вот здесь давай тренируйся вот либо вы сами разбираетесь и самостоятельно пытаетесь оценить где вы сейчас находитесь и что вам делать но так или иначе все равно откуда информацию то надо брать вот и так значит трюк мы выбираем в соответствии с методикой следующее это подводящие упражнения это вообще очень важный момент потому что в большинстве случаев почти все трюк учат целиком ну то есть как научиться к примеру проскользить по периле сделать скислайд в большинстве случаев это так ну ты разгоняешься набираешь скорость запрыгиваешь на перилу скользишь спрыгиваешь не получилось еще раз не получилось еще раз но сейчас получится вот и ты человек ходит ходит я сам так учился вот пока вот дело не дошло до инструкторства и всего остального вот пришлось самому выкапывать меня например вот я говорю про то что только талантливые ребята реально при такой при таком подходе дорастают до больших высот вот я себя к талантливым вообще не отношу потому что мне все элементы даются просто архи тяжело вот приходится учета придумывать какие-то подводяжки какие-то новые подходы искать вот и я вижу что я такой не один таких людей в большинство потому что всем втыкаются в какие-то ограничения которые не могут просто вот так вот взять и преодолеть и поэтому вот то про что я рассказываю это как раз то что поможет преодолеть вот эти вот ограничения вернусь подводящим упражнением 3 учится не целиком трюк учится с подводящими упражнениями во первых если взять тот же ски слайд возвращаясь к предыдущему пункту чтобы сделать ски слайд поскользить по периле нужно уметь кататься на лыжах поворачивать уметь их кантовать уметь их разворачивать нужно уметь базовый фэд фристайл вращаться подпрыгивать крутиться делать 180 нужно уметь прыгать с трамплина желательно хотя бы 180 уметь делать чтобы знать как правильно зайти на кикер потому что обычно на перилу всегда с кикера заскакивают хотя бы с небольшого как зайти на кикер как правильно с него вылететь как приземлиться то есть прыжки и минимальные вращения хотя бы 180 и только после этого мы приступаем к изучению ски слайда дальше 100 самский слайд он состоит из подводящих упражнений сначала мы учимся стоять на периле стоять и балансировать в той стойке в которой мы потом будем скользить потом мы учимся спрыгивать с перилы учимся делать безопасные сходы потому что вы запрыгнули а чё дальше то делать а вдруг вас потащит вперед а вдруг вас потащит назад а вдруг вас развернет и перила кажется между ног что делать вообще такая опасная история вот и все вот эти моменты надо отработать прежде чем зайти на перилу на скорости после того как мы там научились забираться на перилу скользить спрыгивать научились безопасные сходы вот только после этого мы учимся на нее запрыгивать и уже делает трюк целиком поэт и так это касается не только ски слайда это касается почти всех трюков и вот эти подводящие упражнения практически все игнорируют и вот у меня допустим вот когда я там катался мне было там 15-20 лет у меня в окружении было очень много ребят которые катались ну потому что молодые это прикольно но потом большинство уперлись то то что даже те кто хотел кататься которых не утянуло лет какие-то жизненные бытовые ситуации они уперлись то то что ну как бы и и все вот а энтузиазм и дальше тяжело переть вот прогресса нет особенно да вот и непонятно что делать и зачем это становится страшно травмоопасно и вообще когда ты катаешься и у тебя там десять падения один ты увез это даже выглядит немножечко страшновато не говоря о том что это чувствуется вот поэтому стараемся делать что все постепенно правильно выбираем трюк правильно подбираем подводящие упражнения следующий важный аспект на который нужно обратить внимание это инвентарь это то чем часто люди пренебрегают в лыжах это ну начать кататься на тех лыжах на которые у вас есть принципе для первых шагов это окей мы даже на курс вот который у нас базу flat freestyle freestyle введение мы допускаем на любых лыжах потому что по большому счету для того чтобы сделать первые шаги можно всем чем угодно но нужно понимать то что в правильном подобранном снаряжении в правильных лыжах правильных креплениях и правильных ботинках вам будет значительно удобней и гораздо быстрее будет прогресс ну вкратце до лыжи этот винтипы и над винтипах они обычно мягкие и на них гораздо проще там прожать носы прожать пятки а там все много всяких таких трюков связанные там именно с работой лыжи это возможность ехать спиной вперед чтобы у вас пятки лыж не цепляли за сугробы ну и в целом это более легкое вращение крепление с этим вообще очень часто сталкиваются для обычного катания часто берут крепление которое не очень соответствует там вашему весу и когда идет дополнительная нагрузка на виде флэт фристайла крепление просто начинают выстегиваться и там уже они закручены до красной зоны до упора а все равно выстегиваются такое бывает реально очень часто поэтому желательно иметь крепление которые которых можно прыгать либо просто чтобы были запасом затяжки ботинки тоже ну ботинок поначалу можно любые но фристальные ботинки они помогают во первых они более вертикальные во вторых у них лучшая амортизация ну то есть вам гораздо легче прыгать и мягче амортизировать после приземления если мы возьмем примеру ролики там вообще это прям очень хорошо видно часто заходят куда-нибудь на алиэкспресс еще куда-то покупают ролики реально прям вот дешевые насколько можно и ничего с ней сделать не могут потому что вот у нас есть рама мы стоим на панайторами на платформе и рама вообще вот так вот гуляет относительно этой платформы то есть не стабильно а если не стабильно то очень медленно и тяжело идет прогресс я говорю все это к тому то что если вы все-таки решили научиться прыгать на лыжах прыгать на роликах ну или даже кататься на роликах не стоит супер экономить на снаряжении потому что это ваши ноги это ваш прогресс ну и еще один важный момент при освоении техники трюка это накат это по сути то чего вообще не хватает во время обучения ну время тренировок чаще всего после того как элемент получился в голове такая элемент получился идем дальше вот а только с этого момента по сути начинается накат то есть то насколько вы стабильно красиво правильно делаете данный элемент пока вы идете и он у вас не получается это еще пока не накат этого просто его изучаете обучаетесь ему а только после того как когда он получился и когда вы можете его сделать вот тогда идет реальный процесс накатом ну об этом мы еще конечно сейчас вот поговорим в следующем слайде как выстроить тренировочный процесс вот это наверное самое такое самое кульминации то к чему я вообще вел когда рассказывал все во всем предыдущем и первое это регулярность занятий когда вы занимаетесь там горными лыжами роликами не важно чем очень важно чтобы у вас был какой-то режим вот этот режим тренировок пусть это будет раз в неделю окей но раз в неделю у вас есть тренировка по данному виду спорта у меня например по ощущениям происходит так то что если я не катаюсь две недели и одевая опять ролики я как будто заново начинаю сезон вот у меня реально по ощущениям да я вкатываюсь более быстро чем в начале сезона но вот этот вот откатом все равно есть поэтому очень важно чтобы это было регулярно следующий важный момент это интервал то есть если вы даже себе поставили цель и сказали так все я хочу там у меня есть цель я к ней иду буду тренироваться каждый день каждый день тоже плохо потому что наступает истощение и уже когда на какой-то момент просто нет такого прогресса у меня тоже были такие периоды когда я настолько был раздосадовым о том то что у меня прогресс остановился то что я и я говорю так все катаем каждый день и в результате это заканчивалось тем то что я либо получал какую-то травму либо я уже укатывался настолько то чтобы я вообще все развалилось вообще ничего не получалось вот поэтому очень важны интервалы интервалы нагрузки и интервалы отдыха в во все вот это интервалы нагрузки отдых обязательно нужно включить спортзал желательно тоже раз в неделю и есть такое вот то о чем начинал то что можно биткой миф то что для того чтобы классно кататься нужно кататься 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 но на самом деле много кататься не ну не надо нужно много развивать свои физические способности правильную механику движений свои силовые качества и тогда даже если у вас тренировка раз в неделю лучше два раз в неделю вот вы уже почувствуете насколько у вас пошел реально лучший прогресс и получается так то что страны это будет видно как будто вообще не тренируете но при этом прогресса вас идет прям очень классный пост по спор залу тут нужно выработать для себя некий набор упражнений на первом этапе желательно чтобы какой-то квалифицированный человек он рассказал как их делать и все дальше вы просто приходите музычку включили сделали два-три круга все пошли отдыхать вот это также сначала надо себя какое-то время позаставлять потом это входит в привычку и появляется ощущение что как бы без спортзала то уже жизнь это вот так что это реально просто нужно ввести в привычку тогда будет значительно проще следующий важный момент это разминка это то что наверное из всего перечисленного я пока себя еще не очень могу заставить делать но я со всей силы пытаюсь вот дело в том то что мы приходим обычно на тренировку в разных состояниях как бы с каким-то бэкграундом и нам нужно включить тело в работу до если она там где-то там перекошено где-то что-то сажато его нужно подправить в ходе разбинки и подготовить его к нагрузке по ощущениям я это прекрасно чувствую то есть когда я приезжаю допустим сноу парк или скейт парк и сходу залетаю на фигуру обычно это фазу неудачная попытка потому что еще как будто ощущение что тело не проснулось если я размял все суставы как хотя бы там 5-10 минут потратил на разминку все я уже чувствую то что я вполне могу делать все элементы на которые я сегодня настроен это причем разбинку их да и в зале нужно делать и перед тренировкой на снаряде на котором вы катаете ну и самое наверное взрывающая мозг информацию вот во всех случаях мне для меня это был прям переворот сознания то что тренировка должна включать себя правильные повторения как я тренировался раньше ну когда обучался я приезжал сноу парк в скейт парк неважно и начинал делать какие-то трюки какие ну какие вот мне вот прямо вот сейчас вот я чувствую то что могу я сначала делаю трюки которые я точно умею а потом начинаю а вот попробую вот это а вот попробую вот это и в результате у меня получилось получалось так то что я делал там три четыре пять повторений трюков которые я уже умею а потом куча повторений трюков которые я не очень умею и просто это как попытки а в действительности тренировка это тогда когда у вас правильные повторения трюков и это вообще перевернуло и сознание и дало настолько мощный прогресс то что я сам порой от себя в шоке вот за последние там полгода а то и больше так где-то полгода что я сделал допустим на роликах я начал выбирать там 56 трюков максимум и делаю круг по 10 прыжков то есть я делаю 10 раз этот трюк отдых покатался посидел восстановился опять этот же трюк или другой прогналку я чувствую начал чувствует то что там на третье на четвертое на пятое повторение я проезжаю этот трюк стабильнее 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 получается у меня где-то 10 кругов 11 за тренировку это если посчитать около 100 110 прыжков на самом деле прям хорошо и прогресс вот от полного наверное флета который до последние годы у меня был он прям начал реально расти вверх это прям рабочая схема по ощущениям это тоже чувствуется то есть допустим зимой если там обычно там достаточно длинный круг на подъемник на трамплин вот ну это там в разных местах по-разному вот но все равно достаточно длинный чтоб один раз прыгнуть и обычно это там один сделал прямой прыжок если ok сделал 180 если ok сделал 360 ok 540 дальше там попробуем чё-нибудь и свеча закрутить это вот старый вариант новый вариант говорит о том то что нужно сделать допустим 10 360 и что допустим чувствуется на когда вот ты поставил себе задачу сделать 10 360 первые два они идут на адреналине ну как бы ты делаешь и делаешь как обычно 3 4 3 4 как будто идет какие-то перестроения ты чувствуешь то что ты уже делаешь как как будто начинаешь думать что ты делаешь и дальше идет вот как будто уже после там 4 5 раза реальный процесс тренировки то есть как будто время в полете увеличивается начинаешь замечать какие-то вещи которые раньше вообще не замечал то что на самом деле очень видно куда ты летишь вот видно если раньше было такое у меня часто я закручиваюсь и момент за круто я вылет вообще не вижу ну то есть у меня такое все пролетело а потом все я уже вижу приземление приземляюсь на каких-то ощущениях то сейчас я уже понимаю то что я вижу полностью все вращение оно становится контролируем я могу вращение подзатянуть могу его ускорить и вот это как раз является процессом тренировки и вот с таким подходом можно осваивать вот эти вот сложные реально сложные виды спорта без каких-то травм без кучи падений которые подразумевают в действительности когда опять же возвращаясь к своим ютушевским годам это на самом деле было даже круто вот если ты там катаешься там на велики на скейте на роликах если ты там падаешь нужно там отряхнуться не подать виду и поделать еще раз наоборот там там упал классно вот но в действительности падать вообще не хочется и чем старше тем больше не хочется падать вот а вот если вот этот системный подход он позволяет как раз минимизировать падение минимизировать неприятные ситуации и дать реальный толчок к прогрессу даже если у вас нет какой-то внутренней предрасположенности к этим видам спорта окей если какие-то у вас вопросы ну смелее можно начинать заниматься на лыжах прям совсем для новичков не не именно с твинтипами обычно ну какие-то трюки делать да конечно можно начинать вот я в этом это упоминал то что для начала не обязательно чтобы были твинтипы особенно у детей да потому что они достаточно легкие они на своих коротких лыжах и так неплохо вращаются но если вы уже начинаете там кататься спиной вперед на скорости начинаете прыгать с трамплинов делать какие-то там уже элементики то конечно лучше твинтип но есть другая сторона вот этой вот истории потому что нету детских твинтипов их очень мало вот и обычно они начинаются с какой-то определенной ростовки а если возьмем совсем детские лыжи то они все почти почти все они чуть-чуть твинтипы вот поэтому по большому счету с детьми окей со взрослыми если все-таки решили уйти вот в это направление то чем раньше вы перейдете на специализированное оборудование тем естественно лучше на твинтипах конечно можно не на самом деле понятное дело то что когда у вас есть какое-то приоритетное направление вы обычно купаете снаряжение в соответствии с этим направлением и дальше просто в этом снаряжении катаетесь везде у меня так обычно вот с парковым было я на твинтип на парковых твинтипах и по трассе его фрирайд и везде вообще но в действительности если допустим вы хотите кайфануть прям на трассе прям по закладывать карвинг для этого нужны рейсовые лыжи если вы хотите выехать и катануть фрирайд для этого нужны фрирайдные лыжи и поэтому чем выше становится ваш уровень как горнолыжника тем обычно больше вас расширяется ассортимент на балконе или в шкафу там вот и собой да приходится несколько пар братья тогда действительно факт я обычно ну к на какие-то сборы всегда берут винтипы и беру рейсовые лыжи допустим и я вот работаю со сборной россии по фристайлу про каждый год провожу им вкаточный курс и вот все лыжные темы я им показываю на повороты карвинг я им показываю на рейсовых лыжах когда мы с ними катаем flat freestyle всякие фишечки куда-то лазим я одеваю от винтип и делал ужин от винтипах но это просто действительно так удобнее еще вопросы ну так скажем для того чтобы быть более гармоничным конечно может можно подключать руки но я в первую очередь говорил про целевые группы мышц которые нам нужны допустим для гордых лыж это ноги core спина это вот прям самая основа основ то что должно быть прям железно-бетонным руки для того чтобы рабы равномерно развивались тоже вполне можно подключать если на ваш взгляд какие-то целевые показатели для того чтобы с ними нормально ходить физической подготовки ну здесь надо смотреть у каждого индивидуально то есть каких-то средней температуры по больнице это это не совсем то на что нужно ориентироваться это очень проще всего рассказать с горными лыжами допустим если возьмем горные лыжи поворотные дисциплины карвинг а когда вы едете к рынковым поворотом у вас во сколько раз увеличивается свой вес да во сколько вот прижимная сила вот и вы представляете вы ногами должны вот это все удержать если ваша мышца не способна это удержать у вас выскакивает какая-нибудь ошибка вы начинаете как то что-то подкручивать что-то куда-то дополнительное делать то что рушит всю технику и не получается поворот соответственно если вы наваливаете карвингом ну вы должны там свои два три веса точно ногами жимы лежа вытягивать вот пожалуйста пример вот такой ориентир спины ну я спину качаю вертикальной тягой горизонтальной тягой и гиперэкстензии прогибы назад тут ну нужно смотреть того что у вас как бы реально в общем все индивидуально здесь нет такого того что прям вы должны вот но чем она чем вас будут чем сильнее спина тем стабильнее будет и основная стойка и повороты и все 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 возможные элементы что очень потому что неделя всегда начинается первая неделя все равно уставшие ноги это забитые мышцы как бы как в сал ты не ходишь как ты не ходишь там бассейн салом все равно это остается неделя проходит потом начинается все это уже ну а да я согласен особенно с лыжным ботинком есть некая вот эта адаптация то есть какой-то момент когда если вы там вы не катались и вот вы входите в сезон у меня самого бывает там стопы чуть-чуть подсводят вот но такое то что там мышцы настолько болят что входить невозможно мне кажется такого уже нет вот я помню это ощущение там когда вот еще там чисто любитель катался там вот на 16 17 лет куда-нибудь приезжаешь кататься 1 2 3 4 вот либо третий либо четвертый день обычно вообще выходной потому что мышцы уже настолько болят что никуда не двинуться вообще но вот это вот система тренировок позволяет этого всего избежать ну это также не могу ответить вот прям вот то и точно да куча параметров которые влияют вплоть до вида креплений ну то есть модели креплений и возраста креплений потому что там стоит пружина она тоже ослабевает поэтому я обычно как делаю вот я показываю это на курсе фристайл введения у нас есть такое трюк хендрек это когда мы выходим на носки лыж и на руки вот и так стоим в упоре лежа только на носках лыж так вот выходя на этот трюк лыжа не должна выстегиваться и мы обычно относительно в этот трюк регулируем пятку с носком все так чуть чуть посложнее он скорее должен выстегиваться когда когда нужно нежели чем там затянуть его я просто беру так вот за лыжу и как бы усилием ноги вы щелки его в сторону я должен выщелкнуть если они выщелкивают то я понимаю то что меня передние крепления чуть перетянут они могут отличаться да ну как бы вот это то как мы настраиваем допустим для курса фристайл введения дальше мы можем с развитием уровня идет более жесткая затяжка потому что к примеру когда мы прыгаем с трамплина у нас часто бывает приземление на конты а это ударная нагрузка на как раз на боковое воздействие там нужно чуть сильнее подтянуть 14 крепление хватает с каким весом 82 ну для такого среднего уровня только только до обычно только надо понимать то что желательно в красную зону туда не уходить после затяжки у меня я вешу 70 там 172 там по-разному но вот я обычно там у меня где-то на десятке все затянуты вот ну то как я катаюсь у меня соломоны и стяжки крепления и вот как примерно в таком диапазоне я держусь но это все реально индивидуально у меня часто бывает такое то что я вот на фристайл введение мы там выставили крепление покатались потом я приезжаю в парк и понимаю то что вот для парка сейчас мне недостаточно мне нужно подтянуть я чуть подтягиваю спортсменов спортсменов все по-другому там главное чтобы не отстегнулась лыжа поэтому они обычно там вы закручивают по максимуму соответственно жесткость ботинка чтобы картина была полной жесткость ботинка но если мы берем фристайли ботинок они обычно там до 120 до 130 идут жесткость ботинка очень зависит от вашего уровня катания вот совсем мягкий брать для фристайла не стоит но потому что не будет такого эффекта упругости при выпрыгивании но обычно так рекомендовано то что если вы начинаете прыгать кататься там по 70 90 там 100 то что выше это если вы собираетесь ну у вас уже есть какой-то накат там хотите там прыгать более высоко более стабильно приземляться и так далее плюс еще у вас жесткость ботинка должна соответствовать жесткость лыж потому что если у вас лыжа жесткая то и мягкий ботинок вы не будете передавать нужного усилия у меня такая история была у меня были ботинки по-моему я купил себе тогда лыжи соломон nfx а это прям дубовая лыжа вот я понимаю то что я вообще ничего сделать не могу и тогда поменял ботинки помню я тогда купил себе дал 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 было или моро и вот на них я чё-то смог сделать вот на еще допустим вот про ботинок больше важно его предназначение потому что допустим рейсовый ботинок он есть на угол наклона и он рассчитан на то что вы нажали на него и он как я такая немножко вязкая структура вас там чуть под задержал а фристальный ботинок он наоборот вас отпружинивает то есть вы дали нагрузку и он старается максимально быстро вернуться в исходное положение это очень круто на выпрыгивание это очень круто на приземлении и также это очень чувствуется в карвинге когда в каждом повороте такой оп чуть-чуть назад прям начинает отпуливать вот поэтому как бы на это тоже надо брать расчет а новичку прыгать на перилке куда откуда начать лучше со слайдбоксиков а потом перебираться перилом или ну если новичок дошел научился уже там скочки делать прямой прыжок научился делать 180 у него следующий этап перила то обычно мы идем от того что есть парке потому что нету к сожалению таких парков где есть все самое если есть слайдбокс прямой да конечно начинаем со слайдбокса просто для того чтобы хотя бы почувствовать как мы едем он не скидывает так на нем не надо сильно балансировать на нем встал и поехал но если слайдбокса нет подойдет черная труба пластиковая вот если она нормально поставлена то вполне здесь в парках почти она везде есть вот ну и соответственно мы потихонечку через подводящие упражнения учимся но всегда отталкиваемся от самого парка еще вопросы да с какого возраста я затрудняюсь ответить я думаю то что вот можешь подсказать кого возраста спортзал можно отдать все зависит от целей и задач и если ребенок спортсмен тогда зал начинается уже с группы начальной подготовки как просто обучение техники выполнения упражнений вот а дальше как только ребенок начинает ходить пубертатный период от 11 до 13 лет тогда уже начинаются небольшие отягощения работа с отягощениями работа на тренажерах уже такая более направленная на развитие силы поскольку в результатном периоде мышечные волокна меняются и есть есть чем урасти так скажем поэтому тут тоже сказать в зависимости от ребенка что бывает 11-летний ребенок это маленький ребенок а валят 11-летний то уже там метр семьдесят там под 60 килограмм весом это уже да это уже но в любом случае вот по таким специализированным вопросам лучше все-таки обратиться к специалисту то есть моя моя специализация это именно изучение лыжного фристайла и летом это вот роллер спорт фристайл парк если мы говорим о спортзале о там вот силовых тренировках физической подготовки я сам обращаюсь к специалистам себя туда доверяю вот и поэтому я вот максимально общую информацию вам по этому поводу рассказал вот потому что если туда смотреть то это надо вот со специалистами в той области работать отличается ли подготовка лыжи для парка четко для паркового катания и для например для того же карлинга подготовка скользящей поверхности скользящей поверхности но не особо единственное туда ну когда и речь идет о спортсменах да они там и всякими ускорителями пользуются и так далее даже в парк конечно конечно потому что очень важно набрать нужную скорость и долететь до приземления если мы говорим допустим о том же там бигейре или слоуп стали если о любительском то по сути так же плавим лыжи как и все остальные что касается контов тут есть самая распространенная вещь то что конты просто стачивают да то есть в местах где мы скользим по перилам их немножко скругливают я сам так делал но в прошлом сезоне я попробовал новую схему которую вычитал буржуев они конты просто от 90 градусов заваливают вот сюда то есть там тоже остается 90 но они чуть заваливают и получается когда мы скользим они конты не цепляют за перилу но при этом когда нужно сделать дугу они режут но обычно там 05 спиливают вот но тут я на 2 градуса на 2 градуса до поднял ну вот в этом сезоне мы попробуем все это обкатать потом могу дать обратный отзыв да нет я это весь кант весь кант поднял да но так делают потому что все классно когда кант источены перила яйца отлично но когда нужно вырезать дугу на трамплин нужно вырезать дугу на приземлении этом на разгонки на приземлении если лед это прям катастрофа приезжаешь какую-нибудь солнечную долину где там не то что лед там просто бетон бывает до бетона все выкатывают и надо как-то на этом бетоне выживать а там как на этом как корова на льду если кант источены вот поэтому вот такой вот вариант вот буду пробовать тестировать до этого конечно в основном было не очень комфортно если дело касалось карвинга ну просто из-за того что кант сточен и он и не цеплялся все вопросов нет ну давайте тогда наверное заканчивать спасибо Субтитры создавал DimaTorzok